Доброго времени суток всем, кто настроился на волну канала ПС. В эфире программа в центре внимания и тема сегодняшнего эфира более чем злободневная. Транспортная. Вначале немного истории. 107 лет назад на дороге Архангельска вышел первый пассажирский автобус. Курсировал он по Троицкому проспекту и был тогда единственным на территории северо-запада. Сегодня как на Троицком, так и на других магистралях работают десятки муниципальных автобусов большого класса. Они обслуживают 9 самых протяженных маршрутов с предоставлением льгот по проезду. Вот только убытков от такой работы порой больше, чем доходов. В чем причина такого положения? Разобраться в этом попытаемся сегодня с директором муниципального предприятия АПАП-1 Александром Ситковым. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вначале предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет на эту тему, а потом приступить непосредственно к беседе. Стоят ли азы, стоят в сторонке. Самый комфортный и вместительный транспорт Архангельска несет потери. Часть автобусов не выходит на линию. Причин несколько. Прежде всего, областной закон, регулирующий работу общественного транспорта, согласно которого обслуживать муниципальные маршруты возможно после проведения конкурсов, где как раз муниципальные предприятия, в данном случае АПАП, участвуют на общих основаниях, а все преференции рассматриваются как нарушение антивонопольного законодательства, на чем и держатся частные перевозчики. Нелегальная половина этой братьи продолжает мешать работе муниципального транспорта. Ведь по решению правительства области ряд статей из регионального закона об административных правонарушениях убран. Городские контролирующие органы лишены речевого поддействия на нарушителей. Статья 5.2. Нарушение порядка организации транспортного обслуживания. Статья 5.3. Нарушение утвержденного маршрута или графика движения на маршрутах общего пользования. Можно было привлечь перевозчика к административному наказанию. Сегодня этого нет. Мы неоднократно обращались в правительство Архангельской области вернуть эти статьи. Финансовая сторона транспортного вопроса – тарифы на перевозку пассажиров. Методикой их расчета занимается региональная власть. Экономическую обоснованность она почему-то видит в сокращении муниципалитетам убытков перевозчиков за счет исключения необоснованных расходов. Но какие именно расходы необходимо включать в расчет тарифа, если регион не имеет внятной методики? Хотя основа уже существует и разработана Федеральным министерством транспорта. Согласно его методике, для безубыточной работы автобусов марки «Лиас» в Архангельске тариф должен составлять не ниже 35 рублей за одну поездку. При этом цену за проезд не обязательно повышать, если разница между ней и экономически обоснованным тарифом будет компенсирована из областного бюджета. На сегодняшний момент субсидии из областного бюджета муниципальное предприятие не получает. Я считаю, что тут решение два – либо повышать тариф, либо выплачивать разницу между экономически обоснованным тарифом и установленной стоимостью проезда. Агентство по тарифам приняло решение о повышении и для нашего предприятия тоже только до 18 рублей. Но я считаю, что это решение было принято необоснованно. Есть методика расчета тарифа, которая выпущена Министерством транспорта Российской Федерации. Я надеюсь, что агентство по тарифам и ценам в соответствии с этой методикой более объективно рассмотрит наше заявление. Призывает к этому и мэрия Архангельска. Не повышать цену билета на проезд, а компенсировать реальные убытки перевозчикам, эксплуатирующим автобусы большого класса, прежде всего муниципальным предприятиям. Во многих областях и республиках России общественный транспорт получает дотации из регионального бюджета. Например, в Вологде эта сумма порядка 700 миллионов рублей, а в Мордовии почти один миллиард. Там, кстати, по большей части из республиканских бюджетных денег обновляется и автопарк. В нашем регионе ситуация сложилась прямо противоположная. Хотя и компенсация убытков и выделение дотаций в компетенции областного правительства. Это прописано как гражданским кодексом страны, так и указом президента за номером 211. А согласно бюджетному кодексу России, там, где зона ответственности субъекта страны, муниципалитет вмешаться и нести расходные обязательства не вправе. Вот и получается замкнутый круг. Разорвать его мэрия Архангельска предлагает ежегодным выделением из областного бюджета не менее 42 миллионов рублей на покрытие убытков муниципальных автотранспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов. От оперативного решения областного собрания и правительства региона зависит не просто судьба муниципального АПАПа, но и каждого горожанина, имеющего право на доступный и комфортный проезд. Ну а теперь обо всем по порядку, Александр Викторович. И первый вопрос, в чем все-таки объективные экономические причины того, что на дорогах Архангельска выгоднее использовать автобусы малого класса и все же почему большие автобусы, они приносят сегодня убытки? Экономических причин на самом деле несколько. То есть, первое, это, конечно, стоимость приобретения автобуса. Автобус марки ПАС самый распространенный у нас стоит порядка миллиона рублей. Приобретение большого автобуса связано с серьезными затратами от 4 миллионов и выше. Автобус низкопольный стоит порядка 5 миллионов рублей. Естественно, это вызывает единовременные вложения, которые не все в состоянии сделать, не всем это интересно. Также большую составляющую имеет риск вложений. Сегодня инвестиционные проекты у нас в городе, в стране, они не позволяют уверенно планировать свою работу на 10 лет, которые бы нужны были для окупаемости большого автобуса. То есть, очень тяжело предпринимателю принять такое решение, пойти на этот риск и приобрести, сделать большое такое вложение долгосрочное. Кроме того, эксплуатационные затраты на автобус большого класса, они выше, чем на ПАЗИК в 1,7 раза. Это минимум. Потребуется обеспечивать его работу, наполняемость, что в сегодняшних условиях сделать очень сложно, когда конкурировать приходится в условиях свободной конкуренции с теми же самыми ПАЗИКами, с другими конкурентами, которые будут использовать малый класс автобусов. Вот это основные причины, которые я считаю, что предприниматели не позволяют предпринимателям приобретать автобусы, которые бы были гораздо более удобные для пассажиров и правильные. Хотя сами предприниматели изъявляют желание, конечно же, улучшать работу. Мы все живем в этом городе, и у нас есть и семьи, и предприниматели точно так же, и дети ездят в этом транспорте. Я думаю, что они сами заинтересованы сделать работу своих автобусов гораздо лучше. А вот есть какая-то статистика, помимо муниципального предприятия, частные перевозчики, имеют ли они в своем автопарке автобусы большого класса сегодня? Вот насколько я знаю, по городу курсирует 73 маршрут, если это частный перевозчик или это муниципальный, который тоже большого класса, а вроде как все остальные используют пазики. На 73 маршруте используются автобусы не большого класса, а среднего класса. Когда была возможность еще, как я уже говорил, что предприниматели по своей инициативе, в общем-то, сделали попытку улучшения, закупили автобусы Хайгер китайского производства. Но сегодняшние барьерные пошлины, которые не позволяют приобретать эти автобусы по выгодной стоимости, не позволяют эти автобусы вновь приобрести. Поэтому продолжение закупки таких машин не произошло. Ну, сказались, наверное, и трудности в поставке запчастей и других вопросах. Кроме этого, у нас используют большие автобусы торговый центр на окружной, но они используют эти большие автобусы в большей степени для обеспечения работы торгового центра, а не для обеспечения работы своего транспортного подразделения на рентабельном уровне. Они тоже заявляют о больших убытках в работе этих автобусов. Кроме того, там автобусы не городской компоновки, а пригородной компоновки, потому что они в основном работают на больших расстояниях, на Лесную речку, Катунино и так далее. Низкопольных автобусов не использует никто, кроме муниципального предприятия АПАП-1. Ну, вот как раз в муниципальном предприятии АПАП-1, да, есть и низкопольные автобусы, вы сказали, и в целом большого класса. Сколько их всего и сколько выходит на линию? Достаточно ли вот этого количества, на ваш взгляд, сегодня? Насколько справляются с нагрузкой? Ну, скажем так, тут вопрос из разряда конкуренции, да, что значит достаточно или нет. Сегодняшнюю нишу, если она освобождается, занимают автобусы-пазики. Конечно, мы должны наращивать свое присутствие на маршрутах. То есть 46 автобусов, которые имеются в нашем распоряжении, я считаю, что недостаточно для города. Я считаю, что в городе должно быть гораздо больше больших машин. Правда, я должен сказать, что не на всех маршрутах они нужны. То есть где-то нужно как раз рассматривать автобусы среднего класса. Это было бы для самих же пассажиров более правильное решение. Но порядка 100-150 единиц больших машин в городе вполне рентабельно и качественно могло бы работать. Но вот как раз вы отметили, простите, что перебью, что не на всех маршрутах нужны автобусы большого класса. То есть, возможно, поэтому, например, с 22 маршрута автобусы большого класса были убраны. Потому что многие интересуются, вроде как автобус ходил и... Нет, автобусы большого класса не работают на 22 маршруте по одной причине. У нас сегодня жесткая нехватка кадров. То есть это как раз то направление, где большие машины могли бы работать. Это самый большой пассажиропоток, который в городе существует. Это направление проспектов Ленинградский и Троицкий. То есть я на сегодня не готов по остальным направлениям настолько же уверенно сказать, что наличие больших машин было бы так же оправдано. Я считаю, что мы будем наращивать там, естественно, свое присутствие. На сегодняшний момент экономическая ситуация в предприятии улучшается. И мы будем обеспечивать предприятиям необходимым количеством кадров. И эту работу мы будем развивать. Ну, действительно, проблем в этой сфере сегодня много. Это вы уже отметили и условия жесткой конкуренции, да, и где-то нехватка водителей, профессиональных кадров. Но самая-то, наверное, основная – это финансовый аспект, а именно тариф, да, который установлен сегодня на уровне 18 рублей, но его принято считать экономически необоснованным, так как на использование тех же лязов, то есть сумма должна быть гораздо больше. Здесь какой есть выход из ситуации? Я так понимаю, что можно и не повышать проезд, да, то есть решить вопрос дотационным способом. Вот насколько это будет эффективно и реально ли это? Да, здесь, конечно, есть два подхода к решению проблемы. Есть вариант просто повысить тариф до экономически обоснованного, либо повышать стоимость проезда, исходя из социальных нужд, но разницу между экономически обоснованным и установленной стоимостью проезда компенсировать из бюджета регулятора тарифа, то есть в нашем случае из бюджета правительства области. Я считаю, что на сегодняшний момент объективно экономически обоснованный тариф должен быть на уровне порядка 35 рублей. Такие выводы мы сделали, исходя из расчетов, сделанных на основе методики, которая разработана Министерством транспорта Российской Федерации. Это, по сути, первый документ, который хоть как-то регламентирует порядок тарифного регулирования на автотранспорте. До сегодняшнего момента, до 2013 года, таких методических рекомендаций просто не существовало. И во всех регионах либо свои методики существовали, либо решения принимались без применения каких-то стабильных механизмов. Как здесь будет приниматься решение? Здесь, конечно, это, скорее, право уже регулятора тарифа, как правильно принять решение. Нужно предоставить возможность им. Но для того, чтобы перевозчики могли нормально и закупать автобусы, и эксплуатировать их, безусловно, они должны получать достойную плату за перевозку одного пассажира. Без обеспечения этого требования, естественно, доведение до нормального состояния транспортной отрасли, пожалуй, будет невозможно. То есть, это попытка обмануть самих себя. Конечными, скажем так, жертвами становятся пассажиры. Это, конечно, самый худший вариант. А вот любят в теме общественного транспорта сравнивать Архангельск с тем же городом Северодвинском, с тем, как там работает, собственно, автобусная сеть. Уместно ли, в принципе, это сравнение? Я так понимаю, что ситуация в Северодвинске, она все-таки несколько отличается от Архангельска и по протяженности сетей маршрутных. Сравнивать, я считаю, конечно же, нужно, не только с Северодвинском, с другими городами страны. Нельзя сказать, что где-то ситуация великолепная. Везде есть трудности с пассажирским транспортом. Даже где это оказалось бы достаточно хорошо организовано, все равно проблемы остаются. В случае сравнения с нашим Северодвинском, конечно, сравнивать нужно, но с учетом тех корректировок, которые есть, и отличий. Основное отличие это в том, что город Архангельск вытянутый по длине вдоль реки на 40 километров. Город Северодвинск более компактный город. Вследствие этого характеристики маршрутов таковы, что в Северодвинске пассажиры едут в среднем 4,35 километра. В городе Архангельске средняя поездка пассажира, средняя протяженность 6,56 километра. То есть тут не нужно быть экономистом автомобильного транспорта, чтобы сделать простой вывод. Себестоимость перевозки в Архангельске дороже, чем в городе Северодвинске в полтора раза. Это объективная реальность и продиктована она характеристиками наших городов. С этим ничего не поделать. Город вряд ли мы перестроим так, чтобы люди жили максимально компактно. Хотя, может быть, когда-то это и произойдет. Но проблему нужно решать сегодня. Даже с учетом того, что в Северодвинске у нас больше северные коэффициенты, районные коэффициенты, все равно себестоимость перевозки в городе Архангельске остается выше на 40%. И если мы возьмем сейчас тариф в городе Северодвинске, 20 рублей, то в городе Архангельске при абсолютно одинаково объективном условиях тарифного регулирования тариф должен стоить 28 рублей. Это просто при одинаковом подходе к вопросу тарифообразования. Подход у нас разный. Чем он продиктован? Я не знаю. Скорее всего, какими-то социальными факторами. С учетом того, что заработные оплаты в Северодвинске слегка больше, поэтому тариф можно сделать чуть выше. Но заложниками становятся перевозчики, а через перевозчиков наши пассажиры. Когда тариф должен быть 28, а у нас перевозчики получают 18, они физически не в состоянии обеспечивать работу своих транспортных средств на таком же уровне, как в соседнем городе. Мы знаем, что в Северодвинске ситуация с транспортом несколько лучше. Хотя нельзя сказать, что она великолепная. Не так давно было обанкрочено Северодвинское муниципальное предприятие, которое на 80% обслуживало город большими автобусами, комфортабельными. Сегодня эта цифра меньше 50%. И выбор перевозчики снова делают в адрес тех же автобусов, тех же пазиков. Может быть, несколько иных. Сейчас и нашими перевозчиками в Архангельске рассматриваются автобусы тоже марки ПАЗ, но другой модели 3204. Он несколько лучше, но он кардинально не меняет ситуацию. То есть, это все равно автобус с рессорной подвеской, с механической коробкой передач, с высоким полом, с узкими дверными проемами. То есть, в любом случае, он не обеспечивает нормального передвижения групп населения с малой подвижностью. Есть модификации, так называемый паз-вектор, который, возможно, несколько улучшит ситуацию. У него сделана одна из дверей, более широкая. Но все равно уровень пола высокий. Нет возможности установить аппарель для перевозки инвалидок-лясочника. Тоже несколько затруднена мобильность горожан. Я считаю, это тоже не выбор. И говорить, что в Северодвинске у нас ситуация хорошая с транспортом, я бы, наверное, не стал. То есть, это все-таки далеко до оптимального решения. Сейчас очень много говорится об областном законе об организации транспортного обслуживания населения. И как панацея от всех транспортных проблем предлагается введение конкурсных процедур или их ужесточения. Решит ли это проблема общественного транспорта? И тем более, ведь мы знаем, что сейчас и так любой перевозчик должен иметь договор с мэрией и пройти ряд конкурсных процедур. Сам по себе этот областной закон, я считаю, конечно, не решит наших транспортных проблем. На сегодняшний момент ответственность за его неисполнение отсутствует. Это то, как раз о чем мы говорили. Те статьи в кодексе административных правонарушений, которые были отменены, они как раз помогли бы работать этому закону и обеспечивали бы работу и исполнение самого закона, требований конкурсов и заставили бы перевозчиков выполнять поставленные задачи. На сегодняшний момент при наличии этого закона это, конечно, безусловно, хороший шаг для развития транспорта, но без закона об административных правонарушениях, без соответствующих статей он не будет выполнять свои задачи. Любое проведение конкурсов, оно может не дать никаких результатов. Ну, хорошо, наверное, когда перевозчик так или иначе заявляется на конкурс, проходит эти процедуры, но ведь есть у нас в Архангельске так называемые нелегалы, которые вроде как лицензию имеют на право перевозки, могут их осуществлять и на этом все. То есть ни конкурсы, ни договора с мэрией мешают ведь, наверное, они все-таки жить тому же муниципальному предприятию. Ну, конечно, это одна из основных наших проблем. То есть, как раз речь идет о том, что не заявляясь на конкурс, игнорируя областной закон об организации пассажерских перевозок, этот предприниматель, он не возлагает на себя дополнительных обязательств, предусмотренных договором, тем самым он получает свои экономические преимущества необоснованные и он даже экономически выигрывает нас на маршруте. В то же время предприниматель, заявившийся на конкурс, он возлагает на себя дополнительные обязательства, он связывает себя такими обязательствами, как исполнение расписания движения, схем движения, чего нет у нелегала. И даже чисто экономически человек добропорядочный, да, он становится в менее выгодную экономическую ситуацию. То есть без закона об административных правонарушениях, которые бы могли привлекать перевозчиков за неисполнение вот этого областного закона, работа этого областного закона по сути сводится к нулем. Но все-таки не секрет, что городской бюджет, мэрия Архангельска датирует общественный транспорт, это и бесплатный проезд ветеранов и субсидии вот муниципальным как раз предприятиям АПАП-1 и АПАП-2. Как вы думаете, вот если бы все же в областном бюджете были предусмотрены вот эти дотации, компенсировалась бы разница между ценой проезда, да, и себестоимостью, возможно ли было бы обновить, скажем так, подвижной состав предприятия, да, и в какой срок? Ну или хотя бы даже если не обновить, чтобы весь, вся та армия алиазов, которая на сегодня есть, вышла бы, скажем так, в один прекрасный день дороги. Ну, я считаю, что нам нужно детально вот рассмотреть опыт города Мурманска, да, конечно, совместное, скоординированное действие областных и городских властей и по механизмам субсидирования, и по механизмам регулирования, они, безусловно, создали бы лучшие условия для работы предприятий. Естественно, все автобусы работали бы на линии и своевременно обновлял собой парк, безусловно, так. Но сейчас много говорится в различных средствах массовой информации о якобы грядущем повышении стоимости проезда. Я так понимаю, что 18 рублей, которые сейчас, в ближайшее время речи о повышении не идет. То есть это все... Ну, на самом деле перевозчики подали свои заявления о повышении тарифа, в том числе и муниципальные предприятия тоже. Естественно, запрос о повышении тарифа сделан. То есть перевозчики попросили повысить тариф до 24 рублей. Агентство по тарифам на сегодняшний момент пока решение свое не приняло и вопрос не вынесен пока что на коллегию агентства. То есть этот вопрос пока продолжает оставаться в диалоге. Но вот по имеющимся данным, например, о городе Северодвинске, в течение 2014 года там тариф был установлен в размере 20 рублей. Ну вот если мы будем объективно подходить к вопросу тарифного регулирования, нам нужно требовать 28 рублей. Я считаю, что разница объективно установлена на тарифах 28 рублей и сегодняшнего 18 рублей, она слишком большая для того, чтобы требовать от перевозчика нормального исполнения своих обязанностей. То есть повышение тарифа объективно назрело. Самое главное, что вот этот перекос между Северодвинском и Архангельском поддерживался давно и постоянно. И в течение длительного периода времени произошло такое различие в сфере пассажирских перевозок в Северодвинске и в Архангельске. То есть это нарабатывалось годами такая разница и соответственно у нас ситуация ухудшалась по сравнению с соседями. Но надо все-таки отметить, что можно повышать хоть на 10, хоть на 15 рублей стоимость проезда, но пассажир рядовой может платить ту же самую стоимость, это опять-таки при условии, что разница будет компенсироваться откуда-то из какого-то источника. Это тоже вариант, то есть перевозчику на самом деле нет большой разницы в том, откуда он получит эти средства. Сегодня в городе Архангельске внедряется электронная система оплаты проезда. То есть она позволит на 100% высоко точно оценивать вообще пассажирский поток каждого пассажира и очень четко рассчитывать размер этих компенсаций. Если раньше, например, это могло быть еще поставлено под сомнение, количество заявленное для субсидирования, еще что-то, то сегодня с учетом электронной оплаты максимальная точность учета средств может быть использована. Вот вы как раз отметили такое своеобразное ноу-хау, электронная система оплаты проезда. А чем в целом сегодня живет предприятие, ну помимо различных может быть и финансовых проблем, что на сегодняшний день может быть какие-то обновления, какие-то новые маршруты могут появиться в городе, какие-то планы на ближайшее будущее? На сегодняшний момент мы занимаемся, конечно, там внутренними вопросами на предприятии. То есть у нас на сегодняшний момент в ближайшее время произойдет замена навигационного оборудования. Вместе с ним мы планируем ввести в автобусах бесплатное использование Wi-Fi для привлечения пассажиров. Но сегодня это немножко затруднено в связи с вопросом идентификации входа человека в интернет, но этот вопрос уже сегодня частично решен. В ближайшее время мы будем эту систему внедрять. Мы разрабатываем механизмы контроля комфорта перевозки пассажиров. Опять же с использованием того же оборудования навигационного, что позволит контролировать действия водителя в части равномерности движения, то есть максимально равномерного разгона, торможения, чтобы пассажиры, скажем так, чувствовали себя более комфортно. Уменьшилось количество случаев, когда пассажир мог упасть внутри автобуса из-за того, что водитель слишком быстро затормозил, либо на каких-то лежачих полицейских. То есть это позволит лучше контролировать работу водителей и нам, и увеличить самоконтроль самих сотрудников, то есть чтобы водитель мог в ходе работы тоже следить за своими действиями. Мы не стоим на месте, мы решаем свои внутренние проблемы, но решение всех наших внутренних проблем позволит нам улучшить работу на 5-10%. Внешние наши проблемы, которые нам не позволяют качественно преобразить работу предприятия, они в соотношении с себестоимостью выражены в сотнях процентах. То есть если мы вот просто покажем 18 рублей и 28 рублей, да, при объективном подходе, то это практически отличие в два раза, ну в полтора раза, да, отличие на 50%. То есть я считаю, что мы должны, конечно, усилия основные сконцентрировать именно на решении наших внешних факторов, хотя мы, конечно, не оставляем наши внутренние проблемы, просто так. Ну я надеюсь, что все проблемы будут решаться быстро, успешно и исключительно в интересах предприятия и всех, кто пользуется его услугами. Ну и всех добросовестных перевозчиков, которые есть в Архангельске. Пассажиров нашего города главного областа. Да, и пассажиров, это точно. Александр Викторович, благодарю за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо и до новых интересных встреч. Спасибо вам. Напомню, что гостем программы в центре внимания был директор муниципального предприятия АПАП-1 Александр Ситков. Мы говорили об автобусах и малых, и больших, и о проблемах, среди которых тоже есть и малые, и большие, но будем надеяться, что все они решатся и в первую очередь в интересах тех, кто этими автобусами пользуется, то есть нас с вами. Поэтому смотрите канал ПС, будьте в курсе последних новостей и до скорой встречи.